я всем доброе утро правда у меня уже здесь не совсем утро я сегодня спал прям вообще так сладко до 12 часов я сегодня никуда не надо рваться никуда не надо бежать я проснулся такими вот роскошными видами здесь просто вот окна у меня терраса где я сегодня жил в отеле 50 лари у меня выходили окна на такую вот красоту 50 лари это 8000 деньги горячая вода там все принадлежности посуда все 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 напоминаю вам вчера вот здесь вот пробка из грузовых машин начиналась вот отсюда уже уже отсюда начиналась и я просто решил туда не лезть ночью было прохладно до 5 градусов температура опускалась но я этого особо не почувствовал я под одеялом укрылся и в принципе все супер было наоборот спать когда прохладно наоборот хорошо здесь в горах я думаю примерно где-то 500 метров 700 метров подняться уже снег будет лежать я вам напоминаю высота сейчас здесь около двух тысяч метров 1850 метров если быть точным но до двух я думаю мы поднимемся в итоге там смотровая площадка сейчас будет нормально поднимемся наберем хорошо высоту и вот это вот высота она мне более комфортно для сна чем спать где-то в низине возле моря я не знаю либо это там в россии было я здесь прям выспался и прям батрячком так проснулся и прям не хотел просыпаться вот по россии я как-то ехал и там подрывался в семь восемь утра в шесть утра а здесь я прям поспал хорошо до 10 до 11 понижился супер в общем вчера был праздник какой-то великий здесь я не помню как он называется и в общем паломники со всех ближайших регионов даже из россии они облегчили пограничный контроль можно было пройти в упрощенном порядке целый день вчера и очень много паломников сюда шли пешком кто-то босиком шел кто-то с тяжелой нож и шел где-то вот здесь вот сейчас будет село и в общем там есть храм на вершине этого села и люди прям вот совсем со всех со всех сел сюда шли чтобы отметить этот праздник здесь в грузии все все населенные пункты все храмы все какие-то достопримечательности источники с минеральной водой они здесь все можно сказать шаговой доступности 10-15 но максимум 20 километрах и здесь уже не так как в россии не надо ездить вот это изнурительно целый день ехать чтобы из нас одного города в другой попасть здесь уже можно больше остановок делать можно больше наслаждаться отдыхом не надо рано утром просыпаться куда-то бежать вот здесь уже можно расслабиться можно съезжать с дороги в принципе если бы ну не не так прохладно я бы может быть даже и на улице поспал бы машине но до 3 градусов опускается до 5 градусов опускается это конечно сейчас прохладно несмотря на то что лето вот по естественно поэтому летнее время года это самое лучшее для посещения этих мест и в турции тоже мы сейчас с вами поедем заедем в турцию там тоже вот эти вот места трапзон там говорят еще турецкая швейцария тоже такие поля луга красивые и и те места я тоже ездил там прошлом позапрошлом году и ну мне там прохладно было зимой я решил это все оставить на лето и изучение всех этих мест тоже решил перенести на лето поэтому мы сейчас с вами здесь как раз таки оказались вот прям прям самый цвет как как нужно и когда нужно здесь одна трасса она идет до тбилиси ну дорога в принципе нормальная 50 60 можно ехать мне там сказал один комментатор что у меня резина шумит но не знаю я наверно то ли не чувствую то ли у меня окно открыто но я особо уже наверное привык у меня стоит резина алтереем все виды почвы специальная для бездорожья чтобы я мог съезжать с трассы когда хочу но вот я как бы 50 еду чуть-чуть слышно как бы чуть-чуть да есть шум небольшой но по-другому никак если резина создана для бездорожья если она тяжелая конечно же естественно она будет чуть шуметь но на скорости по трассе ее уже вообще не слышно вот но зато мы с вами сможем на этой резине проехать там где люди на просто резине не смогут проехать потому что она во-первых крепкая прочная во вторых у нее зацепы хорошие тут ее можно спускать до половины атмосферы до 05 и соответственно проходимость будет гораздо лучше очень много вот таких вот площадок они как бы заставлены камнями ну на легковой машине в принципе с краешку можно проехать грузовики конечно же здесь не станут и можно вот так стать спиной прямо на это ущелье и спать здесь вот рядом с коровами рядом единственный минус что трасса немного чуть-чуть не создавал дискомфорт когда я спал в этом отеле чуть-чуть шумели фуры грузовики но потом я наверно к этому привык и все равно здесь настолько кристально чистейший воздух что это просто все компенсируется и вот эти все виды и вода чистейшие из-под крана течет я это чувствую сразу я как только пробую чуть-чуть я сразу понимаю что вода очень чистая никакие фильтры ничего не нужны без хлорки без ничего без посторонних вкусов запахов без посторонних цвета какого-то здесь сейчас чуть-чуть дальше будет источник с минеральной водой сейчас заедем посмотрим идет стройка прям очень большая по всей видимости китайцы здесь строят я думаю китайцы строят дорогу здесь вот и щебень у них и бетон и вот такого вот бездорожье небольшое ну да наверное для таких регионов лучше всего привлекать китайцев потому что они такие дороги строят вообще там в китае в горах это просто космос наверное и вот совместно с китайцами у них здесь то наверное в километрах 30 40 наверное может быть 50 максимум от границы прям здесь у них я так понимаю база и они здесь бетон делают здесь металла всякие разные конструкции техника у них в общем они здесь полным ходом ведут да вот эти вот штучки это они делают для туннелей такие укрепления и по всей видимости они еще и туннели китайцы им строят то есть они изготавливают эти штучки а там специальная машина их уже устанавливает в туннеле одна машина будет грызет камень а другая вот этими бетонными такими скобочками укрепляет и вот у них здесь китайские краны погрузчики китайские стоят я думаю бсу тоже здесь китайские здесь можно историческую часть тоже увидеть они тоже здесь не сносят эти старые дома сохраняют это все я думаю это правильно немного будет пыльно здесь но дальше скорее всего уже будет получше так вроде как пункт полиции вроде как пункт полиции но опять же если вы едете спокойно не не нарушаете никому до вас здесь дела нет здесь есть стоянка и скорее всего можно с прицепом заехать на эту стоянку переночевать на это наверное для дальнобойщиков ну естественно если вы заедете на маленьком они это на маленькой машине тоже можно сюда это какое-то по всей видимости туристическое место здесь но дорога просто просто какая-то бомбическая они еще а здесь горнолыжный курорт по всей видимости потому что вот эти штучки это поднимают людей туда наверх кататься на лыжах да и это скорее всего парковка для для лыжников которые приезжают они паркуют машины и потом туда уходят в горы там катаются на лыжах все я понял и летом естественно вы просто так можете парковаться вот с правой стороны у меня здесь уже лежит снег но снег либо лед я не знаю как это назвать шли дожди очень много дождей было ну и по всей видимости сделал здесь был снег или что-то такое может быть град и конечно же вот уже его можно выйти прям потрогать 2000 метров высота продолжается периодически у них вот здесь вот с правой стороны осыпается дорога кусочки дороги ну конечно естественно здесь как бы и фуры ездят и тяжелые машины ездят они могут оказывать давление потому что дорога она как бы свисает здесь у них вот частично по моему раньше она проходила через туннели потом они ее здесь отсыпали встречаются люди которые торопятся жить в принципе так и везде наверное но я еду наслаждаюсь жизнью не торопиться некуда наслаждаюсь видами горы просто здесь какие-то я не знаю даже как будто в какой-то сказке волшебной вот эти туннели туда даже можно заехать поспать при желании днем заехал свет выключил себе и спишь в туннеле потому что там все равно никто не ездит автобусы здесь ездят ну естественно это единственная трасса поэтому им как бы есть больше негде это либо старая дорога вот эти туннели либо они хотят ее как бы здесь расширить в этих местах и туда пустить тоже людей чтобы они через эту туннель и проезжали потому что сверху гора периодически осыпается вот эти камни могут все сюда высыпаться в любой момент ну естественно это наверно когда либо тает снег лед либо когда дождь идет она будет осыпаться в такую ясную погоду скорее всего вряд ли очень много стоянок на которых вы можете остановиться передохнуть чтобы машина ваша передохнула к счастью у меня гибрид эти подъемы вообще не чувствует и машина бензиновая тоже здесь воздух такой вот мы сейчас уже с вами на высоте 2200 воздух такой разряженный здесь меньше кислорода и для дизельных машин это не очень хорошо они могут здесь греться может тяга пропадать поэтому если вы едете на дизельной машине не но не удивляйтесь что машина там стало медленнее ехать или еще что-то некоторые горят вот во владикавказе там типа мочу продают на заправке плохое плохое то плохое топливо плохая солярка на самом деле это просто отсутствие воздуха на это влияет здесь вот на высоте 2200 метров есть вот такой вот монумент природный натуральный он сделан из траввертина оттуда спускается вода и она периодически вот так вот это все намывает вот координаты этого места собственно 2200 метров можете остановиться здесь очень даже красиво напротив есть туалет есть лавки с торговцами можете купить там всякие разные соки и сладости мед ну и все такое на трассе ну вот так он выглядит в принципе весьма неплохо эта штучка напоминает не чем-то помукали происхождение одинаковое как и в турции просто помукали они там белые из белых минералов а здесь он из травертина сделан такой желтоватый просто какие-то волшебные как будто с какого-то фильмы или со сказки я даже не знаю как подобрать слова вот эти ручейки горные красивые и вот здесь вот палатки а вот видите кстати острые ямы вот эти вот острые ямы обычная резина когда вы едете на обычной простой резине она боится вот этих вот острых ям и поэтому естественно я выбрал резину себе для бездорожья чтобы не думать там куда я могу заехать куда я могу проехать чтобы у меня там шишек никаких не было чтобы там никаких покаевых порезов не было поэтому естественно она будет немного шуметь здесь по моему какой-то лагерь какой-то лагерь типа какого-то лагеря и можно вроде как даже остановиться с палаткой прям вот на этом плато просто поспать что ли я не знаю там какие-то чашки какие-то амфоры кувшины и и может быть это строители не знаю что здесь происходит ну вот я допустим съехал в дороге и мне не надо беспокоиться там как проехать как заехать я еду на резине которая предназначена для этой стихии даже не знаю что здесь уточнил оказывается здесь вот на этом плато на этой поляне был праздник вот этот вот вчера большой праздник у них и сегодня утром они разъехались все уехали оказывается два дня был праздник вот видите я еду там может быть какие-то мелкие гвоздики шурупчики там как какое-то стеклышко может лежать а я вот просто не хочу об этом думать что там есть чего там нет я просто хочу проехать и все понимаете мне не надо там ходить разведывать там разглядывать что там лежит я просто еду и все поэтому естественно она чуть-чуть будет шуметь конечно чуть-чуть там может быть на пол-литра там там на 200 на 300 грамм расход топлива увеличится но друзья за все в нашей жизни надо платить за все если вы хотите путешествовать ездить наслаждаться жизнью наслаждаться путешествием конечно у вас должна быть соответствующая обувь вы не можете в там в туфлях на каблуках или в там сандалях в тапочках пойти в горы это естественно начал спускаться примерно до двух четыреста до двух пятьсот я поднялся и дорога вниз пошла к счастью я могу сохранять свою энергию во время спуска и электродвигатель превращается в генератор он очень хорошо помогает колодкам помогает затормаживать автомобилей и плюс ко всему еще рекуперацию делает электричество там сейчас у нас будет с вами немного дальше памятник или монумент или мемориал дружбы всех народов вот это тоже вот по моему эхо праздника вот эти вот беседки все что здесь было это связано именно с праздником который здесь проходил я так понимаю они здесь собирались конечно же очень много людей перешло пешком кто-то приехал на машине и естественно здесь была пробка потому что двухполосная дорога и еще прибавьте к этому грузовые автомобили которых кстати сейчас здесь нет вчера была вереница и естественно получится пробка естественно всем любопытно остановиться посмотреть что это такое и ну монумент очень красивый по крайней мере со стороны мне нравится он на скале вот так вот на горе находится прям очень любопытно так посмотреть посмотреть да я прям чувствую запускается электро мотор он прям помогает помогает и смотришь сколько мы энергии взяли за вот этот спуск там вот где стоят автобусы там есть человек который берет за въезд деньги а вот здесь вот есть въезд для как раз для дорожников и для людей на такой резине как у меня сказали типа она шумит можно проехать по вот этим вот камням по бездорожью абсолютно бесплатно и посмотреть вот эту вот арку дружбы народов здесь есть коняшки лошадки на них можно покататься но он мне сказал можно заплатить только лари либо 200 рублей а три лари это меньше чем 200 рублей поэтому я решил объехать и и прогуляться и как раз вам показать вот эту вот вот этот монумент или как это арка как это называется до сюда можно доехать здесь уже закрыто вот там платная парковка здесь для внедорожников бесплатно условно если не застрянете или если шины не проколете не порвете об острые камни ресторан очень атмосферный я так плотно позавтракал вообще можно было по вот здесь по завтракать с большим удовольствием квадроциклы уже кататься на квадроциклах качаться на качелях все любые вообще виды удовольствия на коняшках можно качаться кататься любые виды удовольствия которые только заходите поистине здесь очень красиво прям просто как-то невероятно красиво они такое место прям выбрали для этого момента и я смотрел на видео оно не было таким красочным еще плюс ко всему она она обделана или отделана вот таким вот камнем острым горным и вот он символизирует дружбу народов другу верный другу поможет страшит его беда ну короче говоря и так далее из такой шрифт сложно разобрать но все равно очень красиво и вот туда если смотреть то вообще что-то невероятное такие вот балкончики прям невероятный там можно костер жечь и вот сразу это все вот так вот вниз уходит там река горная шумит озеро горное отчисленные стада всяких вот этих овечек барашек барашков и вот такое вот здание здесь любопытное у которого на крыше выросли деревья представляете как вот природа берет свое и какая-то там чуть-чуть попали листики или как я не знаю либо их сразу посадили там целый сан очень любопытные места конечно для иностранцев вот приехать вот такое вот увидеть это капсула времени просто вот возвращение куда-то советский союз куда-то в какие-то годы и воздух вот этот вот воздух просто он невероятность из чистый я просто кайфую сейчас опять будет набор высоты 2 250 здесь по моему сейчас опять наверх поедем сейчас вот у меня машина полностью едет на электричестве на периодически скидывает батарейку энергию и периодически вперед где ровно такого пространства электродвигатель здесь вообще не включается вот такие вот туннели открытого типа я первый раз увидел в японии лет 15 назад вот тогда я был впечатлен просто как-то невероятно они здесь оказывается уже давным-давно и вот опять же с острыми камнями с большими ямами со всякими разными и вот как вот здесь ехать на обычной резине сооружение конечно колоссально с одной стороны здесь как бы безопасно ничего не упадет ни камнепада ничего такого не будет а с другой стороны вы можете наслаждаться через вот эти вот окошки видом завораживающим много ниже сторону тбилиси этой арки немного дальше момента такая деревенька есть курортно очень много всяких разных отелей гостевых всяких разных домов ресторанов вот это вот мне что-то напоминает францию швейцарию у них там тоже вот в районе монблана там тоже вот едешь вот так вот горы горы и периодически встречаются вот такие вот деревеньки причем весьма приличные прям очень такие приличные я думаю это все рассчитано на зимнее время года по всей видимости сюда зиму очень много приезжают лыжников и всяких разных туристов и конечно же они здесь отдыхают потому что сейчас она не так не сильно занято вот зимой скорее всего здесь прям очень популярно пыль поднимают правда вот прям они куда-то торопятся и торопятся и торопятся и торопятся эти фуры 30 км в час такая узенькая дорожка и прямо нужно быстро это все проехать белеси 118 километров но здесь 118 километров можно два-три часа ехать с такой скоростью по такой дороге я бы наверное не хотел бы жить вот-вот-вот в этом отеле с учетом того что здесь прямо так вот пыльно и фуры ездят бесконечно спа-ресорт карпа идея очень сильный запах от колес машин которые вот грузовые машины поднимаются спускаются когда поднимаются сцепление очень сильный запах идет потому что сцепление прокручивается проворачивается у кого-то и у кого-то тормоза запах прям сильный сильный вот такой специфический я два раза останавливался обходил машину нюхал у меня к счастью этого нет потому что как вы уже знаете у меня генератор очень-очень сильно помогают вот в таких местах на спусках на склонах помощь при спуске и плюс ко всему еще и рекуперация идет энергия я сейчас уже скинул здесь высоту около 500 метров и зарядил полностью себе батарейку поэтому когда будете здесь ехать не пугайтесь что какой-то запах появился возможно это не от вашей машины еще я сейчас останавливался вот этот населенный пункт года ури который я проезжал говорят 25 27 примерно за тысячу рублей обмен валют обмен рублей на лари но в грудь в тбилиси дают больше 30 32 и около того я думаю я в любом случае проеду сейчас сторону тбилиси ну посмотрю здесь в принципе рядом 100 километров и вот цветочки на склонах растут такая дорога серпантинная красивая и возможно я проеду по побережье там у них два пункта пропуска как минимум у границы с грузии с турцией можно возле моря пересечь границу можно пересечь границу в центральной части и я вот думаю наверное возле моря пересеку границу а когда буду обратно ехать если я обратно здесь буду ехать я по центральной части проеду чтобы вам это все показать заснять туда спуск там несколько тысяч больше тысячи метров обрыв и вот сейчас уже 1700 было до двух пяти до двух с половиной тысяч я поднимался такие серпантины здесь нужно друзья обязательно отдыхать перед этой дорогой потому что вот такая дорога серпантинная она вообще ни в коем случае никогда никаких ошибок не прощает если на трассе там как-то можно куда-то в кувейт свернуть еще куда-то то здесь вообще права на ошибку нету здесь с одной стороны камни летят с другой стороны просто обрыв и все еще и фуры плюс ко всему поэтому всегда отдыхайте я нисколько вообще ни капельки не жалею что вчера перед пробкой остановился перед праздником и отдохнул и я сейчас спокойно еду во-первых светлое время суток во вторых я отдохнувший и позавтракал и в общем все супер здесь дорога вот так вот идет смейкой то есть каскадами спуск спуск потом поворот потом чуть чуть ниже спуск и и так далее я в этот раз не брал с собой дрон потому что в россии там на нем не то что взлетать там его и возить с собой не желательно потому что у них там сейчас такая ситуация геополитическая сами знаете какая и нежелательно с этим связываться и я не стал брать я не честно говоря не успеваю видео редактировать которое я вам снимаю вот так вот то что я вижу а еще снимать редактировать строна я честно говоря еще из турции с прошлый раз сколько я там ездил наснимал до сих пор не смонтировал поэтому я сейчас пока не хочу за все подряд хвататься возможно я его куплю где-нибудь себе по дороге буду снимать тоже строна ну пока сейчас вот так и прийти все круто но когда вы спускаетесь долго уже заканчивается пространство батарейки и она не может больше забирать не может эти больше заряжать то есть я постоянно спускаюсь по электричество здесь энергию вообще не трачу двигатель постоянно заглушен и я не могу к сожалению взять все от этого спуска всю энергию всю рекуперацию себе забрать и вот такие есть машины раз 4 плагин гибрид то есть ее можно подключать к розетке и у нее батарейка чуть больше она может допустим там не не 20 там допустим километров 15-20 это это примерно проезжает а то там 60 70 там до 100 километров то батарейка может держать но она тяжелее эта машина но зато она может вот во время таких затяжных долгих спусков прям полностью всю энергию забрать батарейку я чувствую сейчас она чуть-чуть берет то есть она показывает полная но еще еще генератор работает еще заряд берет она до сих пор она не прекратила когда она перестанет брать заряд она просто будет катиться накатом как обычная машина и вот мне вот этого здесь чуть-чуть не хватает потому что я допустим спускаюсь долго и не могу всю энергию забрать хотелось бы чтобы прям всю энергию которая здесь есть на этом спуске чтобы ее себе забрать посмотрите просто что-то вообще невероятные какие-то здесь пейзажи там водопад друзья причем такой серьезный водопад и из-за того что видимо дожди были он прям такой мощный водопад и я думаю даже туда как-то можно подобраться к нему подъехать подойти посмотреть любители сигнала скорее всего можно арендовать вот эти вот технику вот эту вот и на этой технике туда подняться водопад посмотреть и и каньон здесь еще есть тоже очень красивый я думаю даже и не один там еще даже по-моему какое-то поселение туда однозначно можно пробраться добраться очень много машин иномары в грузии в грузии не производят никакой автопром как впрочем у нас и у них здесь таможня еще вроде как такая щадящие такие пошлины я не знаю точно но по моему ниже чем в казахстане и по году выпуска у них немного ограничений и поэтому много машин привозят сюда с разных стран в том числе с америки конечно это правильно люди могут хотя бы на хороших машинах ездить в отличие если взять там какой-то допустим узбекистан или еще что-то они там как-то что-то стараются делать но все равно это так все относительно с одной стороны естественно нужно производить производители поддерживать с другой стороны но люди один день один раз живут и хотят ездить этот один раз на хороших машинах когда там научиться эти производители делать машины неизвестно передная моя остановка здесь кафе шашлык туалет и всякие разные поделочки там продают и самое главное это вода я сейчас у себя в канистре обновлю воду я всегда стараюсь чтобы у меня чистая вода вот такая родниковая была в канистре на каждом шагу здесь какие-то красоты меня боже поджидают вроде бы какой-то обычный такой мост через реку но очень красивое место и повсюду рестораны повсюду места где вы можете остановиться перекусить отдохнуть и места очень красивые водители фур здесь тоже останавливаются в этом ущелье мы спустились до 1400 метров просто очень красиво завораживает здесь вот видно как они строят дорогу скорее всего это будет магистраль бесплатная и она будет проходить конечно же не как эта дорога то есть она будет проходить по более короткому пути и будет проходить через туннели будет проходить вот здесь вот мосты будут через реки и участок будет естественно дороги здесь намного безопаснее и намного быстрее вы в итоге сможете проехать когда они это все построят круто 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 молодцы конечно у нас дорогу на я уже не знаю сколько лет не могут построить там участочек такой небольшой через горы хотя бы без туннелей хотя бы как-нибудь к сожалению не могут а здесь стройка идет люди строят хотя я не могу сказать что грузия такая богатая прям страна в плане природных ископаемых или еще что то у них даже по моему нефти нет своей я точно не знаю этот вопрос нужно изучить вот это китайцы в оранжевой одежде в оранжевых жилетках это все китайцы идут и китайцы строят здесь в грузии дорогу чтобы вы понимали масштабы просто какое-то невероятное количество впереди ослики тащат груз а за ними барашки овечки ну и все такое а здесь вот знаки о том что они извиняются приносят свои извинения за причиненные неудобства все смешалось кони люди здесь тоже укрепляют видимо здесь будет участок небольшой дороге проходить по старой трассе такое бывает они когда строю строят новую дорогу они частично заменяют старую заменяют частично рядом со старой новую строй я даже не знаю сколько здесь сотен этих овец баранов они просто не заканчиваются и прыгают и бегут до зрелище конечно невероятное а вот эти собаки помогают пастуху пасти во 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 они прыгают возле машины они просто скачут вот это да я надеюсь они рогами мне фары не снесут своими здесь просто нет смысла собака давай направляй куда-нибудь в обочину что ли с на обочину встать что ли чтобы им проще было ну пастуху конечно тяжело у него там еще и осел этот развалился и шаг и вот так вот направить этих диких животных вернее животных просто домашних обычных они не похожи на наших казахстанских овец у них здесь чуть другая шерсть а это маленькая лошадка же ребенок что самое интересное что водители терпеливо ждут они понимают что пастух пасет этот скот или как это называется в общем все с пониманием относятся никто не сигналит навстречку никто не лезет никак не щемится никак не этот то есть уважают понимают друг друга и конечно же это очень важно на дороге друзья вот здесь вот есть вот такое вот интересное место это источник с минеральной водой я его еще не на вкус не пробовал здесь есть стаканчик ну видно что вода минеральная по всей видимости она может быть железная с железом с большим обогащением и она еще плюс костюму газированная потому что под напором там скважина она под напором оттуда выходит здесь вот коровки тоже минеральную воду пьют и речка там мы с вами были туда мы сейчас поедем и вот таких спусков очень много вот спуски острые камни рейские спуски как здесь на обычной резине проект скажите мне пожалуйста не по россии под по трассам по магистралям здесь приходится и запачкаться порой я еще до сих пор не поменял деньги поэтому не получилось у меня до сих пор помыть машину связь чуть позже поменяю ну вот они все вот они минералы которые выходят они как раз таки здесь и красят я сейчас наберу и попробую заодно а вода реально минеральная вот как мы покупаем минеральную воду в бутылках магазине точно такая же вода и здесь течет вот просто она ледяная холодная и плюс ко всему она с газом и я прям чувствую вот эти минералы и она не такая какая-то там противная как бывает там запахом яиц там или еще что-то она очень вкусная я сейчас наверное налью все свои большие емкости заполню может быть даже в канистру литров пять налью и буду ехать пить ее просто бесплатно течет вода вот на дороге плюс ко всему можно остановиться либо с палаткой либо на автодоме заехать на своем и вот скажите вот спуск подъем там острый камни периодически попадаются как здесь ехать на обычной рождении никак я короче от жадности набрал себе литров 10 наверное во все емкости которые у меня были свободные я все их заполнил но она очень вкусная и прям вот на руках такой вкус чувствуется то ли железо то ли еще чего-то подъехали местные они плохо понимают по-русски я говорю можно одному человеку много пить они говорят ну типа вроде бы да вот здесь у них стройка из контейнеров очень много контейнеров при отправляют проходят через грузию здесь у них есть порт поти возможно я его посещу вот такое вот интересно они здание построили совместно с контейнерами и совместно железобетоном сейчас я еще раз уточнил тоже вот у женщины которая выбрасывала мусором и она когда можно ее много пить козленочком не станешь ну вода мне понравилась тем более минеральная вода просто льется из скважины бесплатно бери сколько хочешь хоть хоть водокачку подкать подгоняй и набирай ну грузия да вот я сколько проехал здесь километров она мне конечно же запомнилась вкусная еда я вчера хлеб такой купил он такой вкусный я прям оторваться просто остановиться не мог какой вкусный у нас как бы есть тоже грузинский хлеб делают ну не могу сказать что он прям такой или я проголодался или здесь на свежем воздухе так все или вот именно с добавлением воды с этой которая здесь именно горная чистая вода он такой вкусный не знаю почему но как-то вот мне грузия вот эти вот два дня которые я здесь провел второй день она мне вот запомнилась чистой водой вкуснейший кухня я еще хочу пуре хинкали нет я уже уже впечатлен и красивыми видами улучшил улыбчивыми людьми добрыми добрыми такими гостеприимными записать лари я остановился я до сих пор под впечатлением под приятно там были отель и по три салари в самом начале но я подумал время есть я еще поеду и увидел пробку и тут прямо этот отель я думаю так все я здесь за ночью кассете это вот здесь рядом туда направо надо ехать опять же вот вот по вот этой дороге нужно ехать как вы поедете на простой резине в общем сегодня наверное весь выпуск будет посвящен резине которая там шумит кому-то из моих зрителей вот у меня сейчас окно открыто я еду 50 километров в час чуть-чуть я слышу небольшой такой гол как только я разгоняюсь как только я разгоняюсь уже включается двигатель и вот этот звук он плавно пропадает вот где-то на 80 он исчезает остается чуть-чуть но он перемешку с ветром и небольшой какой-то интервал вот в районе наверное 60 70 от 50 до 70 есть какой-то небольшой но я уже на это не обращаю внимание я когда только сел на эту машину из-за того что она гибридная электрическая здесь нет никаких багажников ничего никаких источников шума я тоже обратил сразу на это внимание мне есть еще тоже такая же одна машина rav4 гибридная и она конечно намного тише и там маши резина специальная такая не шумная ну что теперь сделаешь ну шумит зато не спускает я вот здесь черная с одной стороны с другой стороны белая и они здесь совмещаются и красятся и получается одна река а такое зрелище немного красивая и немного необычная здесь вот я нашел какое-то то ли водохранилища то ли еще что-то какой-то спокойный водоем я так понимаю да скорее всего это водохранилище здесь парк есть там лодки стоят и вот справа очень красивый монастырь еще плюс ко всему здесь приезжают местные жители я так понимаю это какое-то такое место секретное потому что только-только местные жители и вот туда на проводах уходит дорога на монастырь и все здесь заканчивается но место очень красивая на двух языках разрешается детям до 12 лет алкоголь нельзя и огонь нельзя на этой территории храм здесь здесь шашлыки жарят здания на старые я думал мне есть курочка я думаю сейчас эту курочку здесь где-нибудь в тени поставлю машину и пожарю курочку иду и поеду дальше грузия не перестает меня удивлять каждый день и я учат здесь остановился возле этого водохранилища возле этого монастыря чет под колесами обнаружил вот много грибов всяких разных растет я говорю здравствуйте в местных жителей позвал говорю это можно кушать он говорит ты хочешь грибы кушать пошел принес мне хлеб принес грибы на горит кушай пожалуйста я просто ну конечно мне очень приятно не очень благодарен ну просто какое-то невероятное здесь гостеприимство и очень добрые люди люди щедрые просто супер вот еще раз координаты место вообще просто обалденная вообще прям все 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 здесь есть даже ветер дует немного но я здесь с удовольствием в принципе за ночевал бы если бы еще не световой день я еще могу ехать 3-4 часа и говорят таких мест здесь очень много поросята пасутся здесь рыбаки рыбачат очень тихо очень спокойно и там я думаю туалеты есть беседки и вообще все такое прям идеальное место для для ночевки и там даже можно сходить в монастырь и подножья в тени найти место прям за ночевать возле деревьев под деревьями я конечно слышал про грузинское гостеприимство и вообще про все такое но чтобы вот прям настолько остановился спросить можно ли кушать грибы или нет а он мне тут же прям на тарелочке с голубой каем очки принес очень круто это конечно вот так вот встретить такое гостеприимство такое знаете это как как даже сказать в общем очень круто для мне это на самом деле очень ценно и я с удовольствием здесь остался бы еще бы провел бы какое-то время здесь можно прям вот даже под деревьями заночевать здесь меньше ветра и там вот прям уже мангал даже стоит готовы прям можно уже на нем готовить даже мангал не нужен и все это просто абсолютно бесплатно вот беседки лавочки все мусорные баки все здесь есть целый автобус приезжает магазины есть можно купить если чего-то не хватает и плюс ко всему плюс ко всему друзья еще можно сходить в храм это вообще круто вот шашлыки жарят очень круто но он мне сказал что я еще найду такие места таких мест в грузии очень много и пока у меня здесь есть еще время 4 часа я еще могу пару часов проехать проехать посмотреть территорию и возможно еще что-то найдется здесь этот монастырь достаточно древний сразу видно а с левой стороны мост вот по этому мосту я должен был проехать прям такой мост через реку гигантский очень высокий и река там тоже здесь прям все сочетается конечно иностранцы когда приезжают они вот это все видят китайцы вот а главное с этой стороны платная парковка ну храм тоже очень красивый приезжайте друзья будете вернее проезжать мимо с верхнего ларса обязательно посетите это место и вы можете даже в принципе здесь переночевать монастырь очень красивый у них здесь еще в грузии очень часто можно встретить вот такие вот это то ли остановки то ли просто люди там торговать собираются то ли еще что-то я не знаю вот гостевой дом тоже здесь рядом и вот этот вот мост туда он очень высокий и очень большой туда уходит а это вот водохранилище с вами останавливались ну круто круто что я могу сказать вчера как только заехал думаю остановлюсь куплю что-нибудь покушать на ужин в магазине зайду перед отелем и захожу в магазин там купил мясо сыр купил хлеба чуть-чуть и говорю ну все теперь я голодным точно не останусь при проверил главно российские карты не работают а наша казахстанская сработала карта и заплатила говорю ну теперь я голодным точно не останусь она говорит в грузии голодным так и так никогда типа в любом случае либо накормят либо напоят либо еще чего-то типа этого но приятно конечно очень приятно вот это гостеприимство и вообще но так по идее должно быть то есть люди они не должны быть дикими какими-то жадными но грибы грибы есть там ничего поделись тебе конечно в ответ всегда дадут и и угостят и еще намного больше дадут примерно в 20 километрах от тбилиси вот такая вот магистраль здесь началась и 60 уходит дорога и я так понимаю это платная дорога или или мы заедем на платную дорогу что-то типа этого я даже не знаю они там принимают в пункте оплате карточки или нет потому что я еще до сих пор не отналичил и не поменял лари сейчас мы едем пока вроде как по бесплатной дороге возможно там будет магистраль или вот это вот и 660 короче говоря у меня такое ощущение что там будет платная дорога потому что вот эти все значки или зеленые они обычно рассвидетельствуют о том что платная дорога здесь конечно же очень красиво как в принципе наверное везде в грузе но уже начинается много всяких разных много всяких разных здесь инфраструктура всякие разные вулканизации с до все такое и периодически вот съесть или на достопримечательности съезды но что-то мне подскажет бывает что это не платная дорога потому что но платные дороги они обычно не такие но это и 60 это магистраль то есть это такая как трасса вот здесь поворот на зе зе дазе не храм эти ребята которые угостили мне грибами посоветовали поехать сначала пилиси потом по думе и потом уже там по морю в брусью ну посмотрим я сейчас нашел там возле тбилиси тоже есть водоем и там тоже вроде как можно остановиться припарковаться я сегодня хочу поспать на природе здесь принципе этих отеля они прямо на каждом шагу ну вот как-то вот жить возле вот жить возле вот спать возле пыльной дороги неохота неохота ночевать вот в этих придорожных мотелях лучше уж наверно даже в своей машине поспать и спокойно на чистом воздухе ереван тегеран ереван тоже рядом тегеран тоже рядом некоторые люди ездят в турцию через иран через иран и там получают особое разрешение их там сопровождают полицейские прям по всем маршруту ну не знаю я наверно еще не на не готов к такому экстриму ну вроде как с каждым годом все легче и легче попадать попасть в иран и они тоже пытаются там развивать всякий разный туризм прямо на самой горе там тоже либо монастырь либо храм что-то такое связано с религией я так понимаю это уже окраина города тбилиси и вот здесь вот опять же у них очень красивые дороги во первых во вторых там всякие разные мосты я вот сейчас видел тоже интересные интересно сделанные да вот с правой стороны это уже тбилиси и тут тоже очень много зелени у них и вот мосты вот такие вот арочные очень красивые а здесь есть магазин кэрфор это европейский магазин в европе он очень сильно распространен макдональдс и вот я уже вижу тбилиси отсюда прям очень хорошо видно здесь продают спецтехнику из японии всякие разные строительные материалы саженцы но это не платная дорога потому что если была бы это платная вот этого бы ничего это просто магистраль которая подходит городу мое место для ночлега для привала в общем здесь резервуар резервуар рядом с Тбилиси вот там вот за этой горой за этим холмом там город Тбилиси где он как будто бы в яме находится и вот эта вот горная река наполняет значит вот это вот озеро и я нашел здесь водохранилище я нашел здесь вот такое место прям очень хорошее здесь только нужно чуть-чуть прибраться здесь даже вот уже частично палки есть и я сейчас здесь уборку сделаю небольшую и буду вот так вот в лесу спать там метров 200-300 это небольшая дорога не трасса но в принципе здесь должно быть тихо ночью и спокойно рыбаки сказали я поинтересовался сказали что комаров здесь нет ночью и у меня машина прям прям вот стоит в тенечке завтра солнышко вон там проснется я сейчас переднее лобовое стекло закрою ну и в принципе завтра я сразу поеду поеду на мойку сразу и поеду дальше все что мне нужно сделать в Билиси я сделаю и поеду дальше вот тут такая дорога вот типа как бездорожье все такие овраги буйраки ну машина спокойно вообще проехала без труда в принципе если у вас не дорожник то вы сможете сюда приехать вот координаты этого места но озеро очень большое и я думаю вы его без труда вообще найдете на карте водохранилище курочка моя остывает а этот прям дождаться никак не может уже хочет кушать хлеб главное не ест а мясо ждет красота комаров нет наелся теперь сидит охраняет друзья какой же здесь кайф я даже не знаю как описать по словам там на лодочке уже пошли рыбачить я просто кайфую отдыхаю здесь костер вот еще бы там за спиной машины мы не ездили бы вообще было бы круто но чтобы машины не ездили это надо было бы вот останавливаться где я вам сегодня показывал водохранилище туда в принципе это недалеко отсюда и 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